здравствуйте мои дорогие друзья дамы и господа наши подписчики я роман головин сегодня хотел бы с вами поговорить об искажениях нашего мира цель этой лекции направлен на то что вы немножко проснулись и начали самообразовываться и двигаться в нужных направлениях то есть было сознание в каком мире мы живем многих людей до сих пор просто отсутствует это сознание но это в основном касается тех людей которые только-только начали духовно развиваться или может быть люди которые только выбрали один путь все вот медитации допустим питание больше ничего не интересует на самом деле все в этом мире взаимосвязано когда начинаешь приоткрывать многие много информацию для себя то просто приходишь в ужас просто колоссальный ужас и ты понимаешь что мы живем совершенно выдуманном мире и это выгодно и светлым и темным сейчас я попробую немножко разделить эти все вещи как бы до разложить по полочкам насколько это возможно быть в пределах одной лекции и так это планета светлая и создали светлые значит сюда пробрались темные несколько тысяч лет назад и свою деятельность очень сильно развили в последние 300 лет естественно есть план светлых как развивать эту планету вот они когда заселяли последнюю цивилизацию дали нам естественно медитацию йогу как надо жить как двигаться в каких направлениях на тот момент еще очень мало развитых душ был основном первого и второго измерения вот сегодня как бы уже и второе третье достаточное количество больше уже третьего на планете сегодня живут души это духовное измерение прошу не путать 3d 4d там 5 да это все не то и как меняется эпохи то есть светлые они тоже дают определенной технологии не сразу то есть они смотрят как развиваются люди в каком направлении так далее что-то стоит убрать какие-то технологии с планеты что-то дать потом опять второй круг изобретения все что вы сегодня мире видите атомные бомбы там паровые двигатели двигатели там внутреннего сгорания там лазер это все было придумано до нас это все находится находит археологи на различных плитах гробницах храмах пирамидах это все высеченные вертолета были придуманы и летающие тарелки и меж планетные корабли космические то есть это все уже до нас придумано мы сами ничего придумать не можем компьютеры все это был все это было мы развиваемся по определенным циклам вот потому как мы живем определенном мире где есть определенные природные ископаемые определенная физика определенная химия математика и все равно люди рано или поздно до этого доходят почему примерно все одинаково потому что многие ученые получают информацию откуда получать информацию мы сами думать не можем мысли приходят извне мысли приходят и эти мысли допустим менделеев увидел во сне периодическую систему химических элементов какие-то ученые тесла тоже свои изобретения видел во сне то есть было было развиты душой и так далее то есть очень много людей которые получают информацию за не многие люди пишут песни также извне слова приходит музыка и так далее то есть таким образом создатели наши до светлые души присылать информацию на эту планету не исключая что и темным тоже самое также приходят но по своим каналам с темным мы не общаемся не имеем права про них мало что знаем и естественно светлые они не могут говорить информацию и так далее ну по ходу дела уже буду параллельно какие-то примеры приводить вот например архитектура да кто никогда не интересовался архитектурой был допотопный период и послепотопный период в допотопном периоде были другие цивилизации помимо нас то есть наше тело уже много миллионов лет существует таком виде без изменений никаких обезьян мы не произошли естественно все вы все это прекрасно понимаете вот тело наше дело специальных лабораториях на планете прилетали наши создатели сюда у нас создавали и с тех пор это тело живет в это тело вселяются души ну конечно же меняются языки кстати по поводу языков это тоже с одной стороны выгодно особенно темным когда меняются языки во первых можно частично подмену слов произвести то есть слово дурак например все вы знаете на руси дураки были умные люди которые вот смекалистыми были развитыми сегодня дурак в кого превратился ну не очень хорошее слово и вот те люди которые языком занимаются они вот очень интересно рассказывают о истинных значениях этих слов подмена слов изменения слов изменения языка привнесения слов из других языков это все делается определенными силами которые находятся международном правительстве и это все контролируется естественно так вот истребляются языки постепенно особенно в тех языках как русский язык в котором знания были вот даже может греческие древнегреческие какие-то знания есть то есть эти языки истребляются меняются как бы до внедряются сейчас английские слова многие их очень любят сильно эти английские слова и сами даже не понимают что они сами своими действиями истребляют свой язык надо восстанавливать этот язык и там знание есть по поводу архитектуры вот архитектура на предыдущей цивилизации удаляется почему она удаляется и светлые об этом не хотят рассказывать много когда начинаешь спрашивать ну то есть видно у них тоже какие-то планы и чтобы мы развивались по определенному плану и не знали что раньше было вот многие меня спрашивают а докажите что вы это умеете а покажите а сделайте боже нам не дает вот вы рождаетесь когда на этой планете то вы же не помните предыдущей жизни предыдущей информации предыдущих наработок нам стирают память мы живем как слепые котята то есть мы не помним всего этого дела даже здесь когда люди мне там предлагают а давайте мы сейчас вот вам там проверим на то на все я не хочу даже тратить время на этих людей потому что люди еще далеки от развития от понимания в какую сторону двигаться так далее мне например уже нечего доказывать как бы я все уже давно себе и другим доказал кто общается со мной близко и есть понимание у людей у кого есть нет понимания ну значит рано еще значит обращаться как бы развиваться значит надо просто пожить как обычный человек и так далее и вот эти здания они сейчас удаляются как бы с планеты их перестраиваться не сносят крыши верхние этажи цокольные этажи засыпается иногда до 10 до 11 метров во многих городах засыпка идет и в европе идет засыпка и рим засыпали москву и петербург и другие города то есть изменение полностью да то есть заметаются следы во многих зданиях очень хорошо видно как большие двери большие окна сами здания большие да это говорит о том что была цивилизация более крупная то есть были гиганты и вот я к чему это сегодня все рассказываю помимо моего канала есть очень интересные каналы которые занимаются историей история разоблачением там до рассказывать про паровые машины про электро машины которые в древности были про историю про подлоги вот эти все поэтому очень интересно и вы расширяете свой кругозор не расширяете свое понимание и вы начинаете воссоздавать всю полноту картинки где вы живете это очень полезно интересно и во первых развивается мозг и многие правильные мысли в голову приходят и я иногда эти видео смотрю на уж я у себя на канале не могу все эти видео отражать не просто физически не хватит здоровья что про все рассказывать поэтому пока что вот мы специализируемся чуть на других вещах и вот строение которое существует на земле до старые сегодня рассказываешь их сто лет назад построили там что там типа культурный слой наслаивается до культурных слоев никаких не бывает многие дома он стоят по 200-300 лет и ничего там не наслоилась те вот где-то в городах что-то там наслоилась это все неправда ерунда вот над нас все это скрывается и есть и гравюры и фотографии где фонари были беспроводные никаких кабелей не было трамваи беспроводные ездили очень много видео и причем многие видео они фейковые то есть поддельные ложные то есть специально делают такие видео которые заблуждение на свой что трамвая там лошади таскает и почему-то рядом проезжает трамвай который без ничего ездит вот сейчас сан-франциско до сих пор такие трамваи есть который ездит по рельсам без проводов вот поэтому это все обман всего человечества и так далее то есть раньше были электромашины электромобили и маленькие для детей и большие для взрослых электрические дорожки и были целые улицы ездили вот это очень интересно все можете посмотреть в интернете и таким образом у многих людей перевернется все мышление вся и жизнь и причем то что вам все не по телевизору рассказы что вот там и такие развитые там да вот появились там такие-то технологии такие-то те магнаты те темные которые содержат нефть бензин так далее мне выгодно и выгодно чтобы был двигатель внутреннего сгорания двс чтобы никаких паровых машин не было ведь паровые машины уже даже 150 лет назад разгонялись до скорости 270 километров в час то есть представляете да до сих пор эти машина существует в интернете можете посмотреть как они ездят может быть не с такой скоростью потому что многие вещи уничтожили остались там частично какие-то проекта и почему-то вот в западной цивилизации хотя мы хаем ее очень как бы да в плане темных там сохранились очень много таких машин вот сохранилось очень много паровых машин которые как бы песо пилком подсоединялись к домам там вот другим вещам они везде использовались и трактора большие были паровые и были машины паровые краны паровые почему гигантских размеров и все это работало и представьте вот паровой двигатель он же намного более экологичен в сотню раз чем двигатель внутреннего сгорания ведь они хотят давать отопление было все помните фильм собачье сердце там профессор преображенской все время вот там было паровое отопление там его убрали зачем-то там так далее то есть потихонечку потихонечку как бы да вот эти темные паразиты они везде распространяются убирают все эти технологии забирают как бы до нас ограничивают гоняет какие-то свои рамки которые интересны до чтобы у нас будет деградация в образовании подмен истории библиотеке многие сгорали какие-то книги полностью безвозвратно утрачены какие-то прятались нам где-то вытекание там другие библиотека кстати есть видео когда там один монах работал вытекания в 1880-х годах он все это рассказывал какие книги там на полках были задавал вопросы другим монахам вот почему так почему эту информацию людям не дают и так далее очень много там знаний хранится и причем узелковая вязь да там языковый узелковый который казалось утрачен там лежит ватикане в подвалах библиотека и так далее то есть после этого конечно его убили вот потому что поняли что он хочет это все рассказать людям и так далее часть информации он успел рассказать а часть нет поэтому все это скрывается плотно распространяется та информация которая темного выгодно на земле и светлого выгодно есть информация и от светлых которые нас ограждает да то есть нам хочется что-то узнать а нельзя как бы да потому что рано еще ли мы что-то не понимаем или неправильно эту информацию можем использовать мы с может быть ее понимаем уже да а другие то люди вокруг нас они же еще не развиты поэтому это понять можно как бы даст их уровне развития подмена религии например храмы которые вот на земле находятся они же все не христианские то есть если внимательно посмотреть то там ведические символы и причем эти символы убирались если они на цокольных этажах были не закапывались причем эти храмы строились таким образом что так к такого качества кирпич сегодня делать не умеет а если они такое качество сделают это один кирпич будет стоить на миллион рублей на на 1 штука на то есть технологии таких нет сегодня как камни обрабатывались настолько все интересно когда это все смотришь особенно те кто хоть чуть-чуть понимает строительстве вот ну наводит на мысли там были было железо которое не ржавело да то есть находится железо приносят люди в краеведческие музеи им отказывают то есть россия голодранцы были в лаптях ходили были неграмотные ползали на 4 как как кирилл говорит да наш этот главный проповедник церковный что пришло христианство всему их научила и сеанса никуда не приходил ее насильно внедрили вот примерно 500 лет назад и постепенно она распространялась были другие цивилизации причем мы уже в каких-то ченнелинга с анастасией затрагивали эту тему были и русалки были и с крыльями были и кентавры были и с головами рыбы были из змеи люди были из трех частей состояли разные есть часто же каналы люди начинают тему развивать есть такая тема изучение гравюр и вот эти люди выискивать эти гравюры по всему свету да и изучают их что на эти гравюрах изображено то есть кому-то хватает знаний чтобы рассказать кому-то не хватает знаний я считаю что наши знания должны объединяться со знаниями тех людей которые и гравюры изучают и истории изучают тогда у вас полная картинка будет вырисовываться потому что но мы не можем как бы затрагивать каждый вопрос каждую тему там потому что нам здоровья просто не хватит нас на мы за всю жизнь это не все сможем рассказать и вот эти энтузиасты люди да понимают что вот это все очень важно потому что все это уничтожается переписывается также как вы сейчас видите на земле в западных странах уничтожается история о том что допустим советский союз и другие страны победили немецко-фашистские войска гитлера все это переписывается гитлер шел на истребление людей несколько групп темных есть как я уже говорил на планете земля до каждым темным принадлежат какие-то страны и вот эти страны они подчиняются этой структуре темных другие стран другим структурам темным подчиняются есть страны которые светлым подчиняются вот они между собой все время выясняют ситуации каждый хочет группа уничтожить другую группу и так далее и выпала полноценную картинку видите какие цивилизации жили да на земле там гиганты карлики там кто-то под землей живет в воде куча цивилизации живет периодически происходит изменение климата изменение ландшафта где-то горы вырастают где-то уменьшаются там где-то были реки потом уходит то есть также тоже и внутренняя цивилизация регулирует это все посредством наших учителей меняются названия языки культуры границы раздвигаются сдвигаются там разделяются люди смешиваются как бы да то есть это тоже и планы и светлых есть в том числе и вот каждый такую вещь под себя и темные подгонять начинают загоняет определенной рамки контроля сейчас всего на земле начинается естественно внедрение таких технологий которые компьютеры телефоны и молодежь уже без этих телефонов жить не можешь выйдешь на детскую площадку смотришь все в этих телефонов вот если не моя работа там да я бы вообще за телефон взял бы выбросил мы просто он не просто ну не нужен был бы конечно по работе когда-то бизнесом занимаешься когда люди пишут информацию до когда что-то почитать нужно все же книги с собой не возьмешь сидишь тоже какую-то лишнюю минутку пользуешься так вот конечно это все очень сильно отвлекает к природе хуже стали относиться вырубают деревья большие деревья на планете росли тоже их все вы почти вырубили вот многие памятники архитектуры истребляются взрываются чтобы у нас связи с прошлым не было мы не понимали откуда мы кто мы такие да что мы здесь делаем и мы оторваны от всего образование удаляется советская медицина которая раньше была она становится на рельсы бизнеса на рельсы того что с помощью медицины нас контролировать хотят и так далее то есть об этом я уже говорил в лекции то есть задача темных нас пустить по ложному следу чтобы мы просто головой в стену уперлись и вот я заметил когда у нас выходят такие качественные видеоролики либо мои либо хорошие ченнелинги на нужные темы имеется ввиду да потому что бывают там ченнелинги но темным они мало что дают как бы информацию а вот когда прям в точку бьешь сразу тролли активизируется сразу какие-то непонятные люди активизируются какие-то гадости писать начинают это значит что нужная тема появилась мы попали в точку вот многие сообщения удаляю потому что они неадекватные сообщения если были бы нормальные люди бы на канале нормально развитие обобщить и сообщение контролировал вы писали бы все что подряд но когда конечно пишется ну нецензурная лексика и так далее конечно приходится это все контролировать потому что люди еще не готовы к этой информации и все пытаются найти доказательств они не могут найти доказательств зачем они родились что вообще на планете происходит они даже это не изучают они далеки от этого уже зато пытаются тебя научить как ты должен контактировать и вот о чем еще вначале хотел сказать что очень много видео в интернете ложных и по ченнелингом там и по каким-то другим методикам отъема знаний от сущностей кто-то там какую-то ересь пишет мы соединяемся с какими-то библиотеками акаши которых не существует на земле еще оттуда что-то там беру даже туда путешествует люди такой бред то есть путают астральный мир ментальный мир вот который кстати ментальный мир сейчас практически недоступен на планете астральный мир путают просто выход из тела путают путают что такое контактирование с высшим разумом все у людей смешалось какие-то снимают сказки про то что там это ченнелинг люди насмотревшись вот таких левых ченнелингов приходит к нам на канал роман это не ченнелинг это бред когда мне говорят который человек работает с этим каждый день с утра до ночи живет без выходных вот проснулся думает об этом и засыпаю с этими мыслями и просто так уже пять лет то есть это такой колоссальный опыт не просто там периодически мы этим занимаемся я всегда этим занимаюсь я живу этим я растворился в этом я просто думаю все время об этом анализируя как понимаете и когда мне начинает об этом говорить какие-то люди которые вообще понятия не имеют но это минимум просто смешно смотрится да и каждый раз когда пишет такие сообщения думаешь как вот культурно и правильно написать человеку чтобы не обидите в то же время направить на духовное развитие но большинство из них не понимает этого как вот объяснить человеку который посмотрел там 150 разных ченнелингов на одну и ту же тему что любовь пронизывает все сознание человека всю вселенную вот придет там бог там поднимет вас на новый уровень но ни о чем просто от когда слушаешь я ничего не понимаю чу люди говорят зачем они это говорят то есть это темные тролли люди которые пиарятся просто это делают тут и все другие люди на эти крючки попадаются и не понимают что происходит когда начинают о чем-то рассказывает там который вообще не соответствует вообще никакой действительности сами верят в это то есть они наоборот отводят вас от знаний и таких каналов очень много сегодня может быть кто-то и хочет на самом деле так же как мы развиваться но у них нету возможности я еще раз говорю таких людей как настя на земле несколько человек всего и поэтому когда мы что-то говорим отлично другого вот мне люди там пишут я пошел гадалки там вот пять раз меня смотрели 10 рассмотрели сказали что порча а мы говорим что нет порчи и люди в шоке то есть они уже начинают нас сомневаться почему 5 сказал или 10 человек что порча мы сколь что нет вот эти все люди которые гаданиями занимаются такие экстрасенсы в кавычках назовем люди даже не слышали что такую жизненные уроки бывают что так вписано в программу человек должен без энергии жить что у него проблемы должны быть страхи какие-то и эти люди только знаю что есть порча если вот проблема вот такая у человека значит сто процентов порчи начинают брать деньги выбирать порча там никакой порчи нет и люди вот не понимая почему так вот и ребят настолько везде обман везде обман поверьте мне мало людей кто еще в этом что-то понимает и мы фактически снасти первооткрыватели и люди когда приходят кто-то завидует может быть кто-то не верит кто-то не понимает но мы не говорим что мы все можем снасти прямо чтобы все прям у нас получается мы сейчас дошли до куры развития вот вот на примере нас вы видите что мы можем максимально дать людям это зим это максимум максимум больше никто не может но не может никто и когда люди мне начинают сказки рассказать я там пойду туда научусь там это дости яга давай учить учись поспорим придешь через пять лет и расскажешь у него прописано в программе ниже среднего заработка хочет миллионером ставить пожалуйста вперед с песнями ничего не получится с возьмут деньги обдурят там расскажут байки скоро разные общие как бы да и все и ничего не получится я реалист и я говорю так как есть ну не нравится хвастаться мне не нравится говорить об этом пасну приходится потому что вынуждают люди вынуждают люди потому что другими словами не направишь на путь развития человека не объяснишь в какую сторону надо двигаться и уже конечно понимаешь уже готов уже это повторять и повторять и повторять потому что народ у нас непонятливый не образованный читает не то вводит люда в заблуждение на другая информация поэтому вот эти изменения они будут фактически до бесконечности сейчас идти как бы до светлые хотят свое как бы темные хотят свое но иногда это все пересекается технологии будут полетим в космос не пускают не хотят хотим правильно питаться некачественные продукты дают хотим правильно детей воспитывать темные не дают хотим жить свободно не дают начинают нас контролировать начиная с камер гаджетов как и не договорил люди к этому подростки привыкают фанатеть начинают жизнь не представляет без это потом легко под этим соусом и чипы вставлять начать ребята там давайте вам в головной мозг с вами напрямую будете по цене там всемирной сети то давайте вам под кожу вставим зачем им карточки носить там еще потом скажет зачем им телефоны нужны давайте вам внедрять то есть из вас сделал биороботов вот и вас очень легко будет контролировать рот открыл кнопку нажал человек умер или первым этапом кнопку нажал все что тебе было в интернете удалилась вот если вы не замечали да вся информация сейчас она собирается на везде подписываете вы документы на покупку квартиры машины какие-то скидочные карты дел везде где вы только не придете есть такой пунктик что вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных и ваши персональные данные могут быть переданным другим лицам каким другим лицами сообщается есть даты центра по всему миру где вот эта вся информация вас обрабатывается собирается потом делается чипы под вас все это запаковывается и в один прекрасный момент вам просто будет предложен этот чип и вы даже не будете знать что там внутри находится вплоть до того сколько в раз два лет ходите в день то есть задача вот темных собрать о вас максимальную информацию как бы да вот я например это сознательно делаю я понимаю что я лицо медийное грубо говоря я снимаю видео то есть я уже жертва определенной системы то есть я частично в системе и частично вне систем то есть я не могу без нее то есть мне надо сейчас все удалить как бы часть информации все равно же обо мне останется да то есть уйти куда-то в лес и так далее но и коль люди начинают как я да там рассказывать о других на каналах естественно эти люди подконтрольны но многие не верят что вот я там говорю информацию от себя меня там кто-то контролирует никто меня не контролирует пока еще ни один не пришел ко мне не сказал там из каких-то служб там роману ты там вот давай я заканчивай начать а проблему пока такого не было сразу говорю потому что некоторые люди до сих пор они верят что это возможно что раз и начал говорить многие мои подписчики боятся вот я там начну развиваться там комментарии писать меня на спецслужбы там возьмут на контроль ну вы пишите адекватные комментарии не призывайте к чему-то так переворотом еще в чему-то все будет хорошо как бы то есть просто нужно эту информацию распространять чтобы люди ее знали и спецслужбы чтобы знали то тоже понимали что чтобы гадостей никаких не делали это наши дети это наши внуки ваши внуки и дети тоже живут на этой планете и они тоже должны развиваться и вы должны развиваться неважно кто в каких структурах служит работает мы должны стать лучше мы должны друг другу относиться с уважением с любовью делиться информации когда начинаешь общаться с разными трюминами вы не писали насколько приятно с этими людьми общаться просто вот кайфово прям становится когда люди рядом не развитые какие-то мат перематом все у них не так не и так то вот люди которые далеки от духовного развития ни во что не верят просто знаете как будто берут по душе царапают ногтями прямо какими-то когтями даже инородными то есть настолько дискомфортно и когда начинаешь другими людьми разгадать даже когда проблему люди есть люди это все понимают философски относятся потому что невозможно все проблемы убрать многие проблемы они должны быть у человека он через это пройти должен обязательно поэтому начинайте двигаться начинайте развиваться начать изучать этот мир выделите себе время и поверьте мне ну конечно это будет сложно через какое-то время у вас все это через сознание будет проходить будет кота быстрее будет укладываться кота медленно вообще на все это нужно годы годы чтобы это все понять осознать переварить и двигаться дальше поверьте мне это не так все просто но надо все равно к этому идти вот и вот стараться сделать все так чтобы вам это все легко было внушать себе что это все легко что вы это все одолеете пройдете а потом когда вы это все пройдете вы будете так же как я сидеть от у себя в саду и рассуждать фу хорошо что я выдержал это фу хорошо что я это сделал то хорошо что я вот это то сделал вот я например тоже сейчас строю дом но такой как которых нету на планете как бы да то есть он очень сложный в конструкции там в строительстве да такие дома существуют но именно такого как у меня еще нету как бы да и я много раз уже все в голове прокручено правильно ли сделать что вообще такое начал делать может не надо было зачем столько энергии столько сил кому что хочу доказать как бы понимаете поэтому всегда сомнений какие то есть но потом когда ты это все долеешь сам все скажи ребята я такой опыт получил просто супер колоссальный я выдержал это то есть вот к этому надо стремиться вот удачи вам пишите свои комментарии подписывайся на наш канал давайте темы для видео всегда на связи ваш роман головин всего доброго до сина не